Освобождение города Лачин навсегда останется в истории. Сегодня я поднял в Лачине, в центре города, на центральной улице флаг Азербайджана. Этот флаг будет развиваться здесь вечно. Теперь мы навечно вернулись в Лачин, как и в другие освобожденные города и районы. Начали широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции Лачина, разрушенного незаконно обосновавшимися здесь армянами. В первую очередь будут реконструированы город Лачин, села Забух и Сус. Уверен, что в скором времени мы добьемся этого, так как работа, проделанная нами после Отечественной войны по сей день, широкомасштабная, созидательная и восстановительная работа, свидетельствует о том, что мы за свой счет восстанавливаем и восстановим родной край, нашу родину. Профессиональное пресечение провокации Армении на границе с Азербайджаном 12-14 сентября. Разгром военной операции врага показали, что у военно-политического режима в Ереване не осталось другого пути, кроме как подписать мирное соглашение и принять предложенные принципы. Мы считали, что это, наконец, послужит им уроком, так как армянская армия находится в полностью разгромленном состоянии. Страна, у которой во время войны было 10 тысяч дезертиров, не способна вести войну ни в физическом, ни в моральном отношении. Никто не сможет заставить Азербайджан свернуть с пути правды и справедливости. Азербайджанский солдат стоит на страже наших земель. Сегодня мы находимся на выгодных позициях от Муров-Дага до реки Арас на Азербайджано-армянской границе. Все занятые нами позиции вдоль границы позволяют предвидеть и пресекать любые провокации армян. От Муров-Дага до города Лачин строится 12 тоннелей общей протяженностью 17,5 километров в одном только направлении. Настанет день, он не за горами. Через два, максимум два с половиной года, люди, комфортно добравшиеся сюда из Гёй-Гёля по подножию Муров-Дага, будут жить и созидать здесь. Сюда Бача Генгирли, Сабина Алиева, Новости АС-ТВ.